В Полевском подобный турнир по пауэрлифтингу проводился впервые. Несмотря на это, в нем приняли участие 35 культуристов, как местных, так и представителей Екатеринбурга. Не обошлось и без представительниц прекрасного пола. Три девушки пришли попробовать свои силы в этом силовом виде спорта. Многое на данных соревнованиях было в новинку для организаторов, участников, да и неискушенных полевских зрителей. Ответственность очень большая. Первый раз из нас никто лично такие соревнования никогда не проводил. И поэтому все по собственному опыту. Где-то что-то вычитали, положения там всякие. Кто-то на соревнованиях был. Вот так по крупицам собирали. Вот еще единственное, президент федерации НАП приехал. Он подсказывал нам, помогал. То есть сам лично приехал посудить, показать, как это правильно делается. Я считаю, что это очень классно, что люди идут именно в спортзалы тренироваться. И вот эти соревнования, то есть они, скажем так, укрепляют уверенность людей в том, что они на правильном пути. Что они не просто так ходят заниматься в фитнес-центре или в какие-то подвалы. А что занимаются нужным, стоящим делом, которое придется на пользу им потом в их дальнейшей жизни, в дальнейшей карьере. Большинство участников – дебютанты. Пришли, что называется, себя показать и на других посмотреть. Оценить, чего они смогли добиться за месяцы кропотливых тренировок в тренажерных залах. Павел Богоста полтора года занимается пауэрлифтингом. Говорит, что пришел на соревнования, дабы выполнить спортивный норматив для получения разряда. Это очень здорово, считаю. Мы сами рады, что не пришлось никуда ехать далеко, потому что удобно так. В принципе, хорошо. На данном турнире спортсменам, выполнившим нормативы, присваивались разряды вплоть до первого по версии Национальной ассоциации пауэрлифтинга. Поэтому, несмотря на то, что такие соревнования в нашем городе проходили впервые, все-таки можно было рассчитывать на приличные по меркам этого вида спорта результаты. Кто-то пришел, сегодня рекорды ставит, личные свои для себя на разряды. То есть они как бы готовились к этому планомерно, на большие веса выходить, чтобы в разряд получить. Сложность в каждом упражнении своя. То есть кто в чем силен, у кого-то свои слабости есть. Кто-то вообще к этим соревнованиям первый раз, допустим, начал приседания делать со штангой, чтобы на этих соревнованиях выступить. Все дело в том, что упирается, что у нас соревнования такие не проводятся. И если бы чаще были соревнования такие проходили, люди бы лучше готовились, лучше бы делали эти упражнения. В итоге в троеборье в категории до 18 лет победил Денис Крылатков. А старше 18 и первое место занял Андрей Ширенин. Они же завоевали золото и в становой тяге. А вот в жиме лежа перевинствовали Иван Пономарев и Дмитрий Карелин. Но и в приседе не было равных Данилу Лукьянчикову и Олегу Неумоину. Конечно, готовились. Да, хотелось все-таки занять какое-то место. На разряд получить хороший, да. Хочется. Обидно, вот у меня сейчас не получилось. Но буду стараться в следующий раз. Турнир «Три кита» показал, что пауэрлифтинг в Полевском есть. Причем на довольно неплохом уровне. И участники, и организаторы надеются, что соревнования обязательно станут традиционными. Видно, что есть сильные ребята. Сильный Полевской. С таким количеством фанатов штанги в городе он не может не стать традиционным. Я думаю, что он будет не единственным в году. Организаторы благодаря за помощь администрацию Полевского городского округа, партию «Зеленые», хлебопекарное предприятие «Технология», Полевской комбинат «Молочный кит», мастерскую сувениров «Триумфарий», клуб «Гаражный спорт». Отдельное спасибо Валерию Чистопашину и президенту Национальной ассоциации пауэрлифтинга Андрею Репницыну.